Здравствуй, дорогой зритель! Алекс Колесников зовут меня, и речь в данном ролике пойдет про Стамбул, в котором я прожил последний год. А вот сейчас я принял решение его покинуть по разным причинам, но в частности потому, что сегодняшний Стамбул это совершенно не тот, в который я ехал и собирался год назад. И начнем с такой фундаментальной темы, которая актуальна при переезде куда-либо, это жилье. Последний год, прямо скажем, выдался богатым на обстоятельства, а причем больше негативные, чем позитивные, и, к сожалению, коснулось этой ситуации жилья в Стамбуле. Если вкратце, стало значительно дороже, и условия сдачи жилья в аренду иностранцам порядочно ухудшились. Значит, начнем с цен. Когда я сюда собирался, средний ценник за квартиру 1 плюс 1 или 2 плюс 1, по стамбульским меркам, это либо какая-то однокомнатная квартира с кухней и залом вместе, либо полутора комнатная квартира, это когда есть кухня, зал, спальня и еще одна какая-то маленькая подсобка, типа офиса, студии, смотря кому под что. В общем, такое жилье год назад стоило порядка 400-500 долларов, это если мы говорим про более-менее нормальный район, какую-то развитую инфраструктуру вокруг и все такое. Так вот, сейчас цены на подобное жилье выросли, и мало того, что его практически нереально найти, потому что очень большой спрос. Сами знаете, наши с вами сограждане сюда заезжают пачками по очевидным причинам, и все это очень негативно влияет на локальный рынок недвижимости. Так вот, возвращаясь к моей ситуации, мне все-таки удалось найти такой вариант, и на тот момент мне это встало где-то в 550 долларов, это квартира, вот в которой сейчас я нахожусь, и забавно то, что на сегодняшний день я за эту квартиру плачу значительно меньше. Когда я сюда приехал, соотношение лиры к доллару было порядка 1 к 14, то есть за 1 доллар вы могли получить от 13,5 до 14 лир, а на сегодняшний день за 1 доллар вы можете получить 19 лир. И как следствие, в начале, когда я сюда приехал, моя квартира стоила, как я уже сказал, 550 долларов, на сегодняшний день она стоит где-то 360-370, что, естественно, невероятная удача для меня, и такие себе новости для моего хозяина, потому что он прямо в такой просадке конкретной, и он такой не один. И вот как раз-таки из-за того, что здесь, как говорится, коса нашла на камень, а с одной стороны приезжает куча иностранцев, всем надо где-то жить, с другой стороны падает лира, и все это в результате дало просто какой-то неадекватный скачок цен, что отчасти понять можно, потому что мой хозяин, например, просто, не знаю, месяцев 7 так точно находится в жестком минусе, то, что объективно это жилье стоит больше, чем я за него сейчас плачу, если переводить стоимость в доллар. С другой стороны, вот этот скачок цен произошел абсолютно непропорционально, и сейчас, ну, просто какой-то вообще космос творится, я смотрю, сколько стоят квартиры, подобные моей, или даже чуть похуже, ну, это просто какие-то совершенно неадекватные цифры. Это от 600, даже, наверное, от 700 и выше. Но если вас такие цифры все-таки не пугают, и вам все это еще приемлемо, то следует учесть формат оплаты в Стамбуле за жилье. В последний год наблюдается такая отнюдь нехорошая тенденция, когда хозяева просят вас заплатить не за один месяц плюс депозит, как это плюс-минус везде в цивилизованных странах происходит, а хотят сразу за полгода или даже за год. Мне в моем случае, опять же, повезло, мы с хозяином сторговались на поквартальную оплату, то есть я плачу за три месяца каждый раз. И это, я вам скажу, очень и очень хорошие условия, потому что найти что-то, где вы будете платить там, как, не знаю, в каких-то европейских странах или там в Америке, в Канаде, просто помесячно, это вот прям вообще навсегда забудьте в контексте Турции, в частности Стамбула, это просто нереально. Так что, собираясь сюда, прикидывайте, за сколько вы бы снимали жилье, и умножайте эту цифру минимум на 6, а лучше на 10. Ну и, разумеется, плохие новости на этом не кончаются. Помимо аренной платы за какое-то количество месяцев, естественно, с вас попросят депозит, и тут тоже не так все гладко, потому что по логике это должен быть депозит кратной сумме месячной оплаты. И здесь, опять же, в бой вступает турецкая логика, потому что с вас запросто могут попросить депозит за 2-3 месяца и иногда даже за 5. Тут, конечно, как повезет, но я бы прямо вот настоятельно рекомендовал готовиться хотя бы к двухмесячному депозиту, потому что это вполне себе реальная перспектива. Помимо депозита, скорее всего, с вас также спросят агентское вознаграждение. И тут, возможно, вы подумаете, ну, я-то человек бывалый. Мне, собственно, вот эта вот вся ваша помощь агентов не нужна, я сам справлюсь. Так вот, возможно, вы и справитесь, а вот турецкий хозяин совершенно не будет намерен с вами сотрудничать напрямую, потому что иностранцам не доверяют. И здесь это прямо нормальная практика, когда всегда привлекается какой-то посредник в качестве агентства. Не как привилегия или выбор, а просто как вот данность и по-другому никак. И вот это агентство с вас просит, естественно, еще один месяц оплаты, то есть сумма кратная вашей месячной аренде. Плюс к этому они еще просят 12% от годовой стоимости жилья. То есть, допустим, квартира у вас стоит 600 долларов, вы умножаете эту сумму на 12, и вот от той суммы, которая получилась, 12% еще вы платите агентству помимо одного месяца аренды. Надеюсь, понятно объяснил. В общем, в целом, ставьте видео на стоп, считайте вот эти вот все суммы, подбивайте на бумажечки, ну и реально адекватно оценивайте, а потянете ли вы, собственно, вообще вот это все. Значит, следующий момент, где искать жилье. По этому поводу есть, естественно, множество там телеграм-чатов, фейсбук-групп, сайты, где можно искать это, как в любой другой стране. Личная рекомендация от меня, ищите жилье в телеграм-чатах, я под видео оставлю полезные реально ссылки на каналы, где там что-то можно найти, потому что где-то вы можете даже доткнуться на такую ситуацию, где какие-то ребята съезжают, по контракту там не доживая 2-3 месяца, и вы можете заселиться на их место. Таким образом, возможно, даже удастся сэкономить на каких-то вот ранее озвученных мной платежах. Лично я свою квартиру нашел через агента. Мне посоветовали русскоязычную девушку, которая здесь работает, в турецкой компании. И, в общем-то, она ходила мне там, все показывала, предварительно скидывала в WhatsApp фотки. В общем-то, мне сервис понравился, если что, тоже могу оставить ее контакт. Девочка, кстати, преимущественно работает с нашими приезжими, и поэтому у нее уже так глаз нормально наметан на то, что нашему человеку как бы нормально и приемлемо, и в какую-то там совсем турецкую дичь она вас не поведет, ну, потому что, скорее всего, вы откажетесь, а ей незачем терять время. Далее момент с ВНЖ, он же вид на жительство. Если вы рассматриваете Турцию или Стамбул, в частности, как свое место для эмиграции, то, очевидно, вы рассчитываете получить здесь туристический ВНЖ, который до недавних пор был достаточно такой доступной и естественной привилегией любого иностранца, который приезжает в Турцию, снимает жилье, заключает легальный контракт хотя бы на один год, и вот на основании этого он может податься, получить вид на жительство на срок, кратный сроку его контракта. И позже этот вид на жительство можно продлевать, и, в общем-то, какое-то время здесь находиться, жить, вообще ни о чем не думать. Но сейчас и с этой темой есть определенные изменения. Как я уже ранее сказал, великие множество наших и не наших прут в Турцию, и за последние пару лет эта цифра прям значительно увеличилась, и опять же, как следствие, начали потихоньку закрывать районы, в которых могут выдавать ВНЖ. То есть, допустим, квартира у вас снята, контракт подписан, все легально, все по красоте, но вот именно в этом районе уже такое перенаселение иностранцев, что просто, имея квартиру в этой местности, вам ВНЖ не дадут. А все хорошие местности уже заняты. И как быть, спросите вы? Ну, единственный выход будут искать какие-то квартиры где-то на отшибах, куда, дай бог, в скором времени проведут метро, и как-то еще можно будет это называть комфортной жизнью. Это, конечно, не везде и не все так критично, но тенденция такая есть, и я лично знаю людей, которым просто уже отказали в ВНЖ вот именно на этом основании. Но не все так безнадежно, и, опять же, если вы обращаетесь к каким-то риэлторам, в частности, вот к той девочке, которую я упомянул ранее, то, в принципе, они тоже в курсе всей этой ситуации, и они изначально вас спросят, вам нужно жилье под ВНЖ или нет. И если да, то, конечно же, они будут показывать только варианты, которые все еще подходят для дальнейшего получения вот этой вот карточки резиденства. Где лучше жить? Очень такой вообще важный фундаментальный вопрос, который лично меня интересовал в первую очередь, так как Стамбул огромен, и если вы здесь никогда не были, то просто вот так вот пальцем ткнуть, это, ну, очень безрассудная идея, которая, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет. Значит, если вкратце, Стамбул делится на две части. Одна называется европейская, другая азиатская. И между ними вода. И хоть это и считается, как бы, все одним большим городом Стамбулом, по факту это вот прямо два разных города, как я считаю, потому что та часть, на которой живу я, ну, закрывает практически все мои потребности, и у меня абсолютно нет никакой нужды ездить на другую часть. Да и по времени, и по всем этим пересадкам это крайне неудобно, поэтому, честно, за последний год, наверное, раз 5-6 я максимум выехал вот со своего берега на тот. Так вот, я живу на азиатской части, и, честно говоря, вообще об этом не жалею, это был вполне осознанный выбор. Так что объективно, у каждого, конечно, свои потребности, но я бы советовал именно азиатскую часть, и вот почему. Европейская часть, она что-то вроде такого даунтауна, да, где куча всяких достопримечательностей, отелей, там, каких-то развлекательных мероприятий. Ну, естественно, это прям такой мощный магнит для притягивания туристов, иностранцев и так далее. И равномерно это точно такой же магнит для притягивания местных, которые, ну, прямо спят и видят, как бы нагреться на вас вот таком вот сладеньком, который приезжает с кучей денег, потому что если вы иностранец, у вас априори, по мнению турков, дохренища бабла, и, естественно, это бабло надо как-то вам помочь потратить. И отсюда вытекают просто миллионы разных схем, как на вас могут навариться. Все, что стоит там сколько-то вот здесь, на азиатской части, да, там это будет стоить на процентов 20-30-50 дороже. Для примера, когда я сюда только приехал, на первую неделю я жил в отеле, вот как раз на той европейской части, и просто в каких-то магазинчиках, обычных маленьких, вот там рядом с отелем, бутылка воды стоила 20 лир, а на азиатской стороне, в супермаркете, эта же бутылочка стоит 2 лиры. То есть это в 10 раз, ну, просто комментарий излишний. Так вот, проживя практически год на азиатской части, что я могу о ней сказать, как я могу ее характеризовать? Значит, в моем понимании, это такая местность для вот турецкой интеллигенции. Опять же, я не говорю про всю азиатскую часть, но я говорю конкретно про какие-то отдельно взятые районы, я позже о них еще поговорю. И вот ощущения нет, что вы живете в каком-то обезьяннике, где вы чужой, вы иностранец, все об этом знают, все хотят с этого что-то поиметь. Вот здесь, на азиатской части, этого абсолютно не наблюдается, и вы просто живете себе как белый человек. То есть нет вот этой суеты и какой-то дикости. Другой плюс, который лично я для себя нахожу в азиатской части, куда бы я здесь ни пошел, дороги, вот местность, она такая равнинная. То есть практически всегда вы идете по прямой, да, там редко какая-то горочка, в общем, это то, к чему мы привыкли. Европейская же часть находится на очень такой холмистой местности, и гуляя просто там где-то по центру, это вот такие вот постоянные горки, поэтому какой-то маршрут даже там хотя бы в один километр может показаться целой вечностью, потому что нужно очень часто куда-то подниматься, спускаться, и все это как-то, ну, лично меня выматывает. Я не вижу никакого смысла на это рейтинергию. Также на европейской части преимущественно застройки старые, то есть это старые дома, и даже если они вполне себе еще ничего по внешнему виду, то там часто нет лифта. И, допустим, попалась вам квартира на каком-то там пятом-шестом этаже, и вам вот придется по вот такой винтовой турецкой лестнице подниматься каждый день, что, в общем-то, тоже не очень. Более того, на азиатской части очень часто попадаются новые застройки, то есть такие прямо комплексы, которые как бы относятся к классу премиум, но они не заоблачно дорогие, да, просто потому что это как бы делается для местных, не для иностранцев. И я вот в одном из таких живу, то есть абсолютно потрясающая местность с новыми домами четырехэтажными, то есть это не высотки, из окна вам там ничего не загораживает, все видно прекрасно, и как-то вот как будто живешь в каком-то пансионате на отдыхе, кругом пальмы, какие-то экзотические деревья, растительность, в общем, ну просто выходишь и вот приятно быть. Нету вот этой вот всей урбанистической суеты, которая просто вас везде будет преследовать на европейской части. И еще один плюс снятия жилья на азиатской части, это то, что рядом с вами, скорее всего, будет вода. Вот конкретно я хочу выделить такие районы, как Малтепе и Картал. Это районы достаточно большие, но если вот все-таки есть возможность, я бы советовал смотреть жилье в прибрежной части, потому что рядом есть огромнейший парк, растянутый на там 3-4 станции метро, рядом с водой, красивейшая набережная, там все посажено, просто доведено до блеска. И ну просто находиться в таком месте очень сильно, как мне кажется, влияет на качество жизни, состояние ума и вот какие-то вообще такие нематериальные моменты, без которых, собственно, и жизнь не жизнь. Ну и в заключении темы по жилью. Также хочется сказать, что прогнозы на 23-й год неутешительны для иностранцев, потому что хозяева за последний год очень сильно адаптировались к тому, что люди приезжают и приезжают с деньгами. И, в принципе, если деваться некуда, да, то готовы выложить там и 800, и 1000 долларов за месяц. Особенно учитывая, сколько многие потеряли за 22-й год, то сейчас вот, ну, ехать сюда и надеяться, что здесь будет дешево, здесь будет дешевле, чем там в Европе или где-то еще, наверное, не стоит, потому что, как бы, уже вот все, Стамбул официально с 23-го года, я считаю, стал, ну, по ценовому диапазону такой же страной, как какие-то страны Европы. Забавно то, что, планируя сценарий для этого ролика, буквально еще пару недель назад, я хотел отметить, что все-таки Стамбул по-прежнему остается такой относительно приемлемой опцией для приезжих сюда иностранцев. А сколько вряд ли вы едете сюда искать работу, да, скорее всего, у вас есть какой-то удаленный доход, и вы просто планируете здесь жить, заниматься своими делами. И вот сегодня, записывая этот ролик, я понимаю, что я, так сказать, уже не могу, потому что с января этого года все очень сильно поднялось в цене. То есть, для сравнения, если там чашка кофе еще месяц назад стоила 40-45 лир, сегодня она стоит 68-70. То есть, это, конечно, пока еще не вдвое, но, мне кажется, пара месяцев, и все цены поднимутся вдвое, как минимум. И вот это уже становится заметно. Объясняется это тем, что якобы с января по Турции минимальную зарплату для турков подняли вдвое. Но ситуация, конечно, абсурдная, потому что, если раньше человек, допустим, получал там 5 тысяч лир и тратил 2 тысячи на еду в месяц, то сейчас он получает 10 и тратит 5 на еду в месяц. То есть, по факту, ничего не изменилось. Выросли зарплаты, выросли цены, и я вообще не понимаю, зачем все это было делать. Все просто стало тупо дороже, и никто от этого абсолютно не выигрывает. Так что, если подытожить вот эту вот всю ситуацию, жилье плюс какая-то социально-урбанистическая жизнь, то, в целом, лично для меня Стамбул абсолютно перестал быть привлекательным, потому что, да, в плане архитектуры там, какого-то вайба и так далее, это все еще имеет место быть. Но если раньше это реально было заметно дешевле здесь находиться, проживать, чем во многих других странах, при том, что ты получаешь огромный мегаполис такого европейского качественного типа, то сейчас эта разница очень сильно сглажена, и вот-вот и исчезнет совсем. То есть, это просто еще одна такая красивая, дорогая страна. Также хотелось бы еще отметить некоторые такие ежедневные социальные моменты, с которыми приходится сталкиваться. Какие-то мне нравятся, какие-то совершенно нет. Если вы рассматриваете это место на долгосрок, скорее всего, вам тоже о них не будет лишним знать. Значит, первое — это такси. Можно сказать, что его здесь нет. Ну, нет в моем понимании, потому что я, повторюсь, в разных странах жил, не просто как турист, а как резидент, прямо там, по году и больше. И я настолько привык к этой теме, когда вот просто можно взять телефон, там, Uber, не Uber, не знаю, Bolt, Lyft, там, все что угодно. И ты просто вызываешь водителя, тебе не надо с ним общаться, с тебя автоматически списывают деньги, маршрут простроен. Ну, просто красота, да, вот благо цивилизации, там, 21 века. Так вот, забудьте про это в Турции, поскольку Uber, он как бы есть, но его как бы и нет. То есть, приложение можно скачать, да, действительно, там что-то какие-то водители будут ездить. Но что случилось со мной, буквально в первый день прибытия, водитель подобрал мой заказ, я, значит, стою, его жду, у меня номер машины, все как везде. И тут мне в личный чат приходит сообщение, где он озвучивает абсолютно свою какую-то неадекватную цену за поездку. Хотя Uber посчитал иначе. И я ему как бы пишу, что за херь, да, что ты несешь вообще? На что он мне отвечает, ну, понимаешь, я тут стою уже час, никого нету, я устал, поэтому, если хочешь, вот едем за такие деньги. Тут даже я не знаю, что сказать, это просто какой-то пиздец. Так что с тех пор Uber я удалил и вообще больше никогда в него не заходил. А как альтернатива есть еще приложение турецкое B-Taxi. Но вот за всю мою жизнь здесь, в Стамбуле, честно, мне ни разу абсолютно не удалось вызвать такси по этому приложению. Ситуация следующая. Как всегда, я вызываю, все, ищем водителя, там крутится эта иконка, и никогда ко мне никто не приезжал. Просто никогда. Я не знаю, почему, возможно, у них там высвечивается, что у меня имя иностранное, и они просто не хотят со мной иметь дело, возможно, еще. Но, как следствие, нет такого, что вот можно понадеяться, что ты едешь такси там за 5-10 минут, и ты куда-то доедешь. И единственное, что остается вот в этом контексте такси, это обычные вот эти вот желтые машины с шашечками, которые по городу ездят, там можно голосовать, останавливать. Но для меня, почему такой вариант я не могу назвать такси, потому что, опять же, в 2023 году вот тот факт, что ты проживаешь в огромном, навороченном, современном городе, и у тебя нет возможности по-человечески просто вот из дома выходя вызвать такси, через 5 минут выйти и знать точно, что оно приедет, ну, для меня это дикость. Поэтому это очень сильно так усложняет какие-то моменты передвижения, если где-то нужно быть, по каким-то обстоятельствам метро не подходит. В общем, это прям такой жирный-жирный минус для меня в Ростамбул. Значит, жирный минус номер 2. Возможно, вы слышали, но в Стамбуле вам не удастся пользоваться своим телефоном, вот прямо беззаботно, купили там стартовый пакет, пополнили, вставили симку и все хорошо. Вот такого не будет, точнее, такое будет, но всего лишь навсего 120 дней или 4 месяца. Дальше ваш порт сим-карты блокируется, то есть не сама сим-карта, а именно порт сим-карты, куда вы вставляете ее, и телефон просто перестает работать. Ну, имеется в виду в плане сотовой связи. Этот вопрос, конечно же, решается, но решается он за деньги. То есть вам надо заплатить турции налог за то, что вы здесь будете пользоваться своим телефоном. Звучит как полное безумие. Но еще большим безумием является то, что когда, опять же, я сюда приехал год назад, этот налог составлял 2700 или 2800 тысячи лир. Сейчас же, с января, эта сумма поднялась до 6000. И несмотря на то, что лира стала дешевле по отношению к доллару, даже в долларе эта сумма стала еще больше. То есть сейчас это что-то 300 с чем-то баксов. Вам надо заплатить, чтобы просто вы могли пользоваться своим телефоном, а по истечению 120 дней в Турции. Как вообще с этим можно смириться? Я не понимаю, просто какие-то вообще темные, дикие века. Есть также альтернативный момент. К примеру, вы можете купить телефон в Турции, и тогда вам не придется платить никаких налогов. Но, как по мне, это актуально только тем, кто очень давно собирался сменить телефон, и вот наконец-то созрел, еще и в Турцию переезжает, и вот как бы можно это сделать. Но если вы приехали там, не знаю, с каким-то новым айфоном, который купили только год назад, то, естественно, вы не будете покупать себе другой, потому что это бред. И 300 баксов платить тоже бред. В общем, я для себя каких-то понятных решений этой ситуации не нашел. И если вдруг вам известны какие-то методы, как это можно решить, то, пожалуйста, пишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Также стоит отметить ситуацию с ценами на технику. Она здесь очень дорогая. И, в частности, телефоны, ну, то есть, если мы говорим про Apple, все это стоит на процентов 20-30 дороже, чем везде, потому что в Турции какой-то безумно огромный налог на ввоз техники. Ну, а если вы любите прибухнуть, то придется вам как-то тоже от этой привычки отказываться, потому что алкоголь в Турции очень дорогой, опять же, из налогов. И мало того, что его здесь, в принципе, нет. То есть, реально найти какой-то вот годный магазин с вином, ну, это практически нереальная задача. В основном везде стоят турецкие позиции, стоят много, а по качеству и вкусу, ну, просто какое-то дно. Да и в целом, там, какая-нибудь бутылка пива стоит, не знаю, в 2-3 раза дороже, чем практически в любой другой стране, в которой я был. И мы не говорим там про какой-то премиум, который завезли из какой-то далекой экзотической страны. Нет, мы говорим про самое обычное столовое, так сказать, пиво. Ну, в общем, по алкоголю момент тоже, он имеет место быть. Во многом, конечно, говорят, что это из-за того, что страна исламская, а в исламе, как известно, пить нельзя. Ну, и вот как следствие, таким образом, население как-то пытается вот совершенно отодвинуть, отучить от этой нехорошей привычки пить. А вот с курением в Турции ситуация совершенно другая. Проблем с этим здесь никаких нет. И курят абсолютно везде. Причем абсолютно все. Мужчины, женщины, старые, молодые, дети. Я так много курящих людей нигде не видел. А я все-таки был в разных местах. И, к счастью, конечно, в заведениях курить нельзя. Спасибо и на том, да. Но практически любое заведение имеет такую открытую террасу, типа как летняя площадка, которые работают круглый год и зимой, и летом. И вот просто заходя куда-то, все в дыму, ну, реально курят очень много. И я никогда в жизни не видел так много курящих женщин. Очень много женщин. Практически каждая вторая курит там. Девочка, женщина, бабушка. Абсолютно все. В общем, если вы человек не курящий, то стоит принять это к сведению, так как придется сталкиваться вот с этим дискомфортом, ну, практически везде. Так, идем дальше. Что еще есть из таких моментов, с которыми вы можете столкнуться, и к которым вы, возможно, не будете готовы? А значит, как я уже ранее говорил, Турция страна исламская, и здесь пять раз в день поют мечети. Выглядит это следующим образом. Значит, в какой бы вы части города ни находились, абсолютно в любой, я вас уверяю, найдется как минимум какая-то маленькая мечеть, из которой вот из такого огромного рупора будет доноситься пение. Я не скажу, что это минус. Честно, я нахожу это такой интересной экзотикой. Меня это вообще не напрягает. Даже напротив как-то нравится. Для меня это какой-то такой дополнительный флер, который напоминает, что я нахожусь вот где-то в совершенно другой стране, да, не из которой я происхожу сам. И как-то это положительно влияет на мое настроение. В общем, подводя итог, Турция заметно изменилась за последний год и в плане цен, и в плане доступности жилья, не по ценам, а по наличию вообще в принципе, и в плане того, что сможете ли вы здесь задержаться дольше, чем на три месяца. Опять же, ситуация с ВНЖ. То есть, все это не прямо однозначное нет, но стоит иметь в виду, что вот прям гладко все, как раньше, уже не будет. Если вы сейчас вот активно изучаете весь там YouTube и доступный контент по Стамбулу, то, пожалуйста, обращайте внимание на даты, когда был записан этот контент. Потому что очень много можно найти такой прям красивой и вдохновляющей информации, которая была записана там год-полтора назад. И с сегодняшней реальностью вот эта информация не имеет вот вообще ничего общего. Если материал был полезный, то, пожалуйста, там есть кнопочка, можно поставить. Вот так она выглядит. Мне будет вот прям очень приятно, а вам совершенно ничего не стоит. Ну и также моя настоятельная рекомендация подписаться, так как пургу мы здесь не гоним, только достоверные факты, которые реально могут вам в чем-то помочь. Пишите в комментариях, если у вас есть свой опыт проживания в Стамбуле. Может быть, есть какие-то данные, о которых я не в курсе. Или, возможно, у вас есть какая-то информация, которая не сходится с моей. Мне и другим, кто будет это смотреть, будет интересно почитать. Поэтому, пожалуйста, делитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok